Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube. О чём мой канал? Да, обо всём. Обо всём том, что может быть интересно современной девушке, обо всём том, чем интересуюсь лично я, что пробую на себе это. И чтение книг, и какие-то новые методики саморазвития, это и спорт, и готовка, и новые идеи минимализма. Даже сейчас мне попалась книжка про феминизм, я, конечно, к этому немного скептически отношусь, но решила изучить эту тему. А сегодня хочу поделиться тем, как я вчера покаталась на беговых лыжах в Строгино. Итак, у меня новое хобби этого года — это катание на беговых лыжах. Причём изначально я вообще не любила лыжи, потому что в школе мне доставались лыжи, которые родители смогли вырубить, намутить. И, собственно, это были лыжи, которые мне были жутко велики, лыжи моего, кажется, дедушки из гаража, какие-то деревянные. У них были сначала крепления, которые надевались на ботинок с резиночкой такой, потом мне дали более апгрейдный вариант с ботинком с тремя дырочками. Сейчас современные тоже такие делают, но они более, скажем, технологичные. А у меня были эти три дырочки на ботинке. Во-первых, на ботинке, который был мне сильно велик, он был, если я не ошибаюсь, 42-го или 43-го размера. А у меня тогда был 37-38. Они были кожаные, какие-то страшные. Эти деревянные лыжи какие-то более-менее подходящие. Лыжи не подходящие или, может быть, даже не подходящие. Я уже даже не вспомню палки. В общем, лыжи я ненавидела всей душой. И несмотря на то, что у меня всегда по физре в школе была пятёрка за четверть, одну четверть я прогуляла, и у меня стоит в дневнике двойка. Ну и, соответственно, погоду мне вывели тройку, потому что при двойке в четверти выше тройки поставить не могут, несмотря на то, что в других четвертях. Так вот, лыжи я ненавидела всю жизнь, всей душой. Но что-то меня бабахнуло. И в этом году я поехала сначала кататься с папой на лыжах. У меня даже... Кстати, лыжи я попробовала, наверное, года 4 или 5 назад. Тогда купила себе свои, но забросила. У меня какие-то недорогие лыжи за 3 тысячи, по-моему, лыжи с креплениями. Ботинки, наверное, тысячи за полторы рублей. И палки мне перепали от папы. Так вот, я приобрела эти лыжи. А в этом году я поехала кататься на своих лыжах. Сначала с папой. Раз, два, три. Мне так понравилось. Потом съездила покататься вот в прошлые выходные со своими подружками. Мы ездили в Мещерский парк. И нам очень понравилось. Это, конечно, потрясающее место. Там есть прокат, там всё цивильно. Пробитые трассы, лес. Красиво. В эти выходные 23 февраля мы съездили снова в Мещерский парк. И взяли инструктора и учились кататься коньковым ходом. И я накануне себе обзавелась ботинками для конькового хода. Коньковый ход – это вообще какая-то пушка. Потому что на правильных лыжах, которые круто едут, в классных ботинках, в классной компании, в лесу, где свежий воздух, куча лыжников. Ты едешь к коньковому – это просто невероятное удовольствие. Просто я в дичайшем восторге. А вчера я решила поехать в Строгино. Там нет проката, а у меня пока нет своих лыж под конёк. И мои лыжи под классику не подходят к ботинкам под конёк. Потому что у них разная система креплений. Так вот, короче, вчера я поехала, не вечером, утром я поехала кататься классикой в Строгино. Там накануне должны были пробить, вернее, там не должны были, там пробили трассу. Рад-раком прошлись, и она там была. Но за ночь всё замело и завалило. И, в общем, пришлось пробивать и ехать своими ногами по едва уловимой трассе. То есть, понятно было, где эта трасса, но что она там есть, было совершенно не видно. В общем, ехать приходилось либо по едва уловимой трассе, либо в каких-то местах лыжники заранее до меня прошли. И можно было по их следу уже тоже покататься. В общем, получила безумное удовольствие, прокатилась в Строгино, никогда там не была. И, в принципе, если знать, что вот сегодня пробили трассу, снег не идёт, погода солнечная, можно ехать, прям там хорошо кататься. Единственное, нужно смотреть, чтобы не было ветров, потому что это не лес, там открытый водоём. И ты катаешься вокруг водоёма, либо по самому водоёму. И, конечно, в лицо очень сильно вчера сдувало. Это не очень комфортно. Поэтому мне очень понравился Мещерский парк, в котором ты едешь в лесу, тебе не дует, ты можешь с любым темпом ехать, и тебе всегда будет хорошо. Что ещё интересного я увидела в Строгино? Но я специально не склоняю это слово, потому что мне почему-то кажется, что оно не должно изначально склоняться. В Строгине как-то мне режет слух, хотя правила русского языка говорят, что в Строгине. Но будет у меня авторская озвучка слова Строгино. Хотя можете поправить меня в комментариях, если я прям уж совсем не права. Может быть, я измени своё мнение. Так вот, Строгино сейчас строят вейк-парк на лето. И когда-то давно там был вейк-парк совместно с Траекторией. Он закрылся. Я там один раз покаталась, прыгнула даже с трамплина, приземлилась, по-моему, на голову в воду. Это было не больно, очень весело. Ну, в общем, не зажёл у меня парк. А в этом году там строят прям серьёзный парк с переодевалками, с душем, с тёпленьким. То есть можно приезжать в любое время, покататься, потом прийти, переодеться, в тёпленьком душе погреться. И вообще кайф. И там и реверсивные, и круговые лебёдки. В общем, все 33 удовольствия. Так что я думаю, что это не так далеко от меня дома. Можно будет летом покататься. Вот такие мои новости на сегодняшний день. Ну, а я пойду готовиться к поздравлению своих любимых мужчин с 23 февраля. Чего я вам желаю? Классно отмечайте, катайтесь на лыжах, пробуйте новые места. Всем удачи, хорошего дня. С вами была Анна Кафедина.